Песню о письме солдата Клары Корниловой исполняют впервые. Самарский композитор Александр Большаков и поэтесса Ольга Нинашева создали эту композицию специально для нее. И повод для премьеры подходящий день защитника Отечества. Мужчины, дорогие, любимые наши, которых, наверное, грех не поздравить. И я сама много лет работала когда-то в оркестре Приволжского военного округа и была дважды в горячих точках, пела для наших солдат, офицеров. И поэтому это и мой праздник. И все же он состоялся. Этот концерт должен был увидеть зритель еще год назад, но пандемия внесла свои коррективы. Программу с участием творческих коллективов и сольных артистов готовили к 75-летию Великой Победы и вручению Кларе Корниловой звание «Заслуженная артистка Самарской области». Просто очень рада, что наконец-то этот концерт состоялся. Мы все творческие люди с большой радостью поддерживаем этот концерт, потому что Клара Корнилова – это действительно, можно сказать, душа. Душа нашего города, душа нашей русской песни. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Долгожданный концерт собрал полный зал. Многие пришли с цветами. Я пришла сюда поздравить свою подругу детства Клару Корнилову со званием «Заслуженной артистки». Присутствовать на прекрасном концерте и поздравить мужчин 23-го шевраля. Для Клары Корниловой она заслужила и аплодисментов, и любви зрителей, и цветов, потому что ее действительно любят. Это очень добрый человек, очень чистый, светлый. И голос у нее такой, и песни у нее добрые. Про ромашек, берез и полей, где дочко не поет славей, где на горке, озер дурки, где цепей, куболок, на дыре. Ульфия Сафина, Николай Сидоров. События.